Подсушил, да, югорский галкипер сегодняшнюю встречу. 11 бросков, вот то есть практически, да, действительно, на пальцах обеих рук можно пересчитать броски в створ. Но это, пожалуй, самая опасная ситуация, одна из двух опаснейших ситуаций возле ворот Югры, которые были созданы. В остальном же югорчане доминировали, югорчане были фактически главными героями этой встречи. Но, стоит признать, Иван Куликов на протяжении первого периода здорово оборонялся и никаких вопросов у тринцовского штаба не вызывал. В отличие от Арсена Нургалиева, которого мы сейчас видели, как он только что получал нагоняй. Атака и выход 1 в 0 от Владислава Шутова не сумел югорский форвард переиграть, но первый период так и закончился, 0-0. Второй игровой отрезок, где уже полностью игра переместилась на сторону ангарской команды. И это первая заброшенная шайба с передачи от Принкмана. От синей линии Егор Степанов мощнейшим броском загоняет шайбу в сетку ворот. Акмадинов через 36 секунд точно бросил. Но вот, скорее всего, колкипер здесь был не готов. Не мог он извернуться так, как сейчас развивается флаг в руках болельщика. И эту шайбу поймать застыл, может быть, может быть, замерз, может быть, что-то еще. Может быть, просто не видел момента броска. Все-таки Акмадинов его наносил из-под защитника. Ну и возможностей в третьем периоде было у Югры тоже предостаточно. 18 бросков в створ выполнила Югра. И всего три оформили хоккеисты Ермака. Подзамерзли сибиряки в Ханты-Мансийске. Сегодня снежный ноябрь. Первый день выдался таким действительно пушистым в плане снега. Его было много. Но и шайб для Югры тоже было много. Четыре. Это немало все-таки. Шександаров забросил третью. Четвертую, поставив точку в матче, забросил. Иван Савчик. Поздравляем его с третьей шайбой в сезоне. Ну и в концовке, наверное, этот сейф, который сделал, просто выудил из-за ушей Никита Подскребалин, одержав сухую победу. С вами этот матч смотрел комментатор Ермаков Петр, режиссер трансляции Эдуард Кожухов. Любить хоккей, живить хоккеем.